Еще одной из локаций празднования стал Кореневский карьер. В Вейкпарке Красково состоялось открытие новой кольцевой установки. За первыми выступлениями спортсменов наблюдала Луиза Егязарян. Пятиопорная кольцевая канатно-буксировочная дорога длиною 620 метров. Появление этой установки люберецкие вейкбордисты ждали с нетерпением. Теперь здесь можно проводить всероссийские и международные соревнования. Устанавливали мы несколько месяцев, но готовились мы к этому несколько лет. Три года мы готовились. Это профессиональная установка. Любителям на ней будет тяжело, но любой любитель может стать профессионалом. Сергей Иванов как раз один из тех, кто уже перешел из разряда любителей в профессионалы. Занимается вейкбордингом уже четвертый год. Новую установку в Вейкпарке юноша опробовал сразу в день открытия. Только что покатался очень плавно и в принципе мягко она переключается. Все удобно, скорость хорошая. Сегодня мы присутствуем на открытии установки, которых не так много в России. Мы будем ждать от вас всех участников, партнеров, новых соревнований, новых людей, лиц. Мы были бы рады, если бы здесь что-то произошло на уровне федерации, на уровне каких-то видов спорта, водных видов спорта. Наверное, в мировом масштабе. Но к этому надо стремиться. Открытие кольцевой установки прошло совместно с проектом Росмолодежи «Уличная классика». Это комплексная федеральная программа развития уличных культур, современных и экстремальных видов спорта, которые сегодня востребованы среди молодежи. Безусловно, мы планируем вместе со спортсменами развивать эту площадку, заниматься вместе проведением мероприятий. И мне кажется, что это очень хороший старт для развития направления водных видов спорта в нашей программе развития уличных культур. Научиться кататься на вейкборде могут все желающие. Для новичков есть специальная реверсивная установка. Также на территории вейкпарка два раза в неделю работает бесплатная детская секция. Луи Зайги Азарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.